Друзья, приветствую вас на нашем канале. Недавно на просторах Рунета была обнаружена запись, в которой рассказывается, как один умелец из Одессы, после долгих поисков и объемных работ, создал автомобиль, поражающий своей оригинальностью. За основу был выбран легендарный ГАЗ М-20 Победа. Как сообщается в записи, идея по созданию автомобиля зародилась еще в 2011 году. Мужчина много лет просматривал и изучал различные варианты переработок и тюнинга и в конечном итоге решился на модернизацию советского автомобиля. Но путь к созданию чего-то нового оказался тернист. Сначала в качестве базового автомобиля был приобретен ГАЗ-21 в достаточно приемлемом состоянии, но позже у автомобиля выявились проблемы с документами. Поэтому машину пришлось вернуть прежнему владельцу. После долгих поисков попался ГАЗ М-20 Победа 1951 года выпуска. Машина находилась в самом плачевном состоянии. Она была не на ходу и с далеко не полной комплекцией, но мастера это не остановило, ведь автомобиль предназначался сугубо под проект. На первом этапе восстановительных работ автовладельцу захотелось полностью изменить внешний облик Победы до уровня современного дизайна. После этого улучшить внутренний комфорт и изменить техническую составляющую при этом, сохранив черты оригинального классического автомобиля. В качестве донора потребовались еще три поддержанные иномарки. Из них Toyota Sora 1990 года поделилась двигателем и трансмиссией. От BMW 735 в кузове E32 перешла подвеска со всеми элементами крепления и много чего по мелочам, а у Audi A6 2002 года взяли элементы интерьера. Таким образом, получалось, что новый автомобиль будет состоять сразу из четырех машин. Японский силовой агрегат, один GJT, мощностью 210 л.с. и автоматическая коробка, без особого труда разместились под капотом этого автомобиля. Много времени ушло на подгонку деталей подвески от немецкого бизнес-седана. Например, спереди пришлось вырезать переднюю часть Победы вместе с лонжеронами, а ее место заняла конструкция от BMW. Рулевое управление, подвеска и тормозная система были взяты от этого же автомобиля. Двигатель установили на самодельные опоры, которые крепятся к балке BMW. Много времени ушло на восстановление кузова и подгонку кузовных элементов под новый дизайн. Самые поврежденные временем фрагменты были вырезаны и заменены. Чтобы двигатель комфортно чувствовал себя в моторном отсеке, крышка капота была сварена с нуля и получила новую, более угловатую форму. В то же время, задняя часть получилась более округлой, а изогнутая линия крыши теперь имеет отчетливый уклон к хвосту. Как сообщается, на то, чтобы придать новому автомобилю нужной формы, потребовалось несколько месяцев, но результат превзошел все ожидания. Машина смотрится более динамично, а плавные линии гармонично сочетаются с резкими гранями. На следующем этапе кузов экспериментального автомобиля обработали антикоррозийным составом, покрыли грунтом и выкрасили в матовый черный цвет. Решетка радиатора получила внушительную безрамочную конструкцию с горизонтальными ламелями, заплывающими на передние крылья, а головные фары – светодиодные источники света типа ангельские глазки. Единственными хромированными элементами на кузове остались наружные зеркала заднего вида, тонкая рамка оконного блока, шильдики Победа на передних крыльях и патрубок выхлопной системы сзади. Так как куплены заранее хромированные легкосплавные 18-дюймовые диски стилистически не вписывались в концепцию машины, их также покрасили черным. К сожалению, автор проекта оставил без внимания интерьер автомобиля, но очевидно, что и там были проведены кардинальные изменения, например, в салоне были установлены сидения от Audi A6 в кузове C5. В настоящее время «Новая Победа» получила все необходимые документы и активно используется, вызывая повышенное внимание своим появлением на дороге. На этом у нас все, спасибо за просмотр. Напишите обязательно в комментариях, понравился ли вам итоговый результат. Есть ли среди вас такие же любители поработать руками? Пишите в комментариях ваш вариант автомобиля, который вы хотите сделать собственными руками, будь у вас финансы и время. Не забудьте подписаться на канал и до новых встреч.